В Москве прошел 19-й съезд «Единой России», посвященный подготовке партии к выборам в Государственную Думу в 2021 году. Его посетил президент страны Владимир Путин, а делегацию Тверской области возглавил губернатор Игорь Руденя. Тверской проспект подведет самые важные итоги прошедшего мероприятия. Традиционно на съезде обсуждаются итоги работы за прошедший год и приоритетные задачи на перспективу. В ходе своего выступления Владимир Путин назвал главную задачу партии. «Реализация национальных проектов». Он ответил возможность того, чтобы люди сами участвовали в этой работе и видели, что все совместные усилия направлены на позитивные изменения в жизни. Сейчас объединению нужны внутренние нравственные ориентиры и готовность их отстаивать. У вас нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Президент призвал партию добиваться от чиновников на местах. Нужных для граждан страны решений. На этот тезис особо обратил внимание и губернатор Тверской области. Не надо стесняться поступать открыто с чиновниками и с чиновниками, которые не вписываются в общий тренд, у которых авторитет личный, как авторитет управленца, как гражданина не соответствует высокой заявленной цели выполнения задач, функций и обязательств государства перед нашим населением. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в первую очередь Единая Россия должна сохранить лидерство и продолжить курс на улучшение жизни граждан. Для этого в России уже введены национальные проекты, реализацию которых необходимо улучшать. Необходим жесткий партийный контроль за национальными проектами на местах, за сроком и качеством работ, за эффективностью использования денег. Просто нужно смотреть за реакцией людей, за их замечаниями. Нужно, чтобы результаты национальных проектов были ощутимы по всей стране. Вот это действительно исключительно важно. В каждом конкретном городе, в каждом небольшом населенном пункте, на селе, на каждой конкретной улице, в каждом доме. Изменения, произошедшие благодаря национальным проектам, уже чувствуют в том числе и жители Тверской области. У нас активно реализуются все 12 федеральных проектов, к которым подкреплены еще 8 региональных. То, насколько президент и правительство уделяют этому внимание, и сколько средств на это выделяется, конечно, на территории, например, в моем муниципалитете, я считаю, что комфортное проживание и улучшение жизни, оно, конечно, в разы будет быстрее. Потому что, на самом деле, мне, как руководителю муниципалитета, это большой поспорь. В регионах будут созданы команды лидеров и экспертов, которые будут контролировать работу по подготовке обновленной партийной программы в соответствии с задачами, которые поставил президент России Владимир Путин. Это абсолютно правильно, потому что есть партийные проекты, которые в каждом регионе реализуются. Какой-то из них лучше, какой-то с большим торможением. И вот то, что этот проект будет реализовываться именно по принципу проектного офиса, по принципу доведения дела от начала до конца, так, чтобы это было видно людям, так, чтобы это было видно партийцам. Вот это очень важно на мой взгляд. Съезд провел ротацию одного из руководящих органов партии, ее высшего совета. Из него были выведены 8 человек. На их места заступили новые члены. Одним из них в результате голосования стал Игорь Руденя. Прежде всего, это большая ответственность. Во-вторых, это, я думаю, очень важная миссия, которая предоставлена для Тверской области и в моем лице. Второе, это возможность быстрее, наверное, и более полно донести наши предложения и опыт работы Тверской области по реализации национальных проектов, по реализации посланий президента, проучений президента. Ну и, конечно, это обмен опытом по ключевым направлениям реализации нашей общеэкономической политики государства. Главные задачи, обозначенные на съезде на ближайшее время, таковы. В первую очередь важно обеспечить качественные улучшения в сфере демографии, развития сельских территорий, в том числе медицины первичного звена. Это важные инструменты в достижении увеличения продолжительности жизни россиян.